Особое мнение на 101FM Они, на самом деле, не совсем летние, они такие немножко грустные, я бы сказала, и с перспективом и переходом в осень. Потому что именно осенью, как я понимаю, может быть принято решение об изменении налоговой ставки для владельцев, собственников торговых помещений. Эта история обсуждалась в Вятской торгово-промышленной палате в минувшую пятницу, если я не ошибаюсь. Да, был большой круглый стол. Как раз он касался изменений в сфере кадастровой оценки и налогообложения земельных участков и объектов капитального строительства. Так он назывался. Большой такой достаточно обширный материал, пресс-релиз, пост-релиз выложен на сайте торгово-промышленной палаты, можно ознакомиться. Вот, а Андрея Усенко я попрошу своими словами, собственно, рассказать. Посылов два, как я поняла. Первая – это кадастровая оценка, с которой собственники помещений могут ознакомиться и, если я не ошибаюсь, внести какие-то корректировки в течение определенного времени. И вторая история связана с налогом, с изменением налоговой ставки, потенциальным изменением, потому что пока решение не принято и даже не внесено. Да, мы действительно каждую осень возвращаемся к этому вопросу. И надо сказать, что в течение целого ряда лет нам удается находить компромисс с органами власти, с законодательным собранием по поводу налогообложения имущества в части торговых, офисных помещений, заведений общественного питания, расположенных в крупных объектах. Я напомню слушателям, что на данный момент налогом в размере 1% от кадастровой ставимости облагаются подобные помещения с площадью от тысячи квадратных метров. От тысячи до двух тысяч? Нет, от тысячи и выше. Нет, от тысячи и выше. Да, от тысячи и выше. То есть надо понимать, что речь идет о достаточно крупных объектах, но при этом зачастую забывают учесть то, что если эти объекты разбиты на небольшие помещения, которые находятся в частной собственности... Ну, условно, выкупленной площади. Да, по сути дела человек может владеть 50 или 100 квадратными метрами в каком-либо из торговых центров или офисных помещений, но на него эти правила тоже распространяются. Он тоже выплачивает налог с кадастровой стоимости, которая определена в отношении его помещения. То есть речь идет в данном случае не об абсолютной цифре тысячи квадратных метров, а о площади здания, в котором расположены те или иные помещения. Мы действительно, как я уже сказал, каждую осень к этому вопросу возвращаемся, потому что вопрос очень серьезный с точки зрения последствий, которые могут возникнуть у предпринимателей. Еще раз, опять же напомню, что по федеральному законодательству по налоговому кодексу максимальная ставка налога может составлять 2%. У нас в регионе с момента введения, несколько лет назад, ставка сохраняется на уровне 1%, и некоторое время назад вот этот барьер по площадям был снижен с 2000 до 1000. В настоящее время действительно обсуждалось несколько факторов, связанных с данной ситуацией. Первое. На что стоит обратить внимание всему предпринимательскому сообществу, в 2019 году была проведена государственная оценка кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости. В общей сложности, должен сказать, что это была проделана просто колоссальная работа, потому что 990 тысяч объектов. Почти миллион. Почти миллион объектов, земельных участков, помещений, различного рода строений, оксов, получили государственную кадастровую оценку. Напомню, что до этого она проводилась частными компаниями, на основании конкурса всегда было очень много вопросов. Несомненно, вопросы будут и сейчас, потому что оценка проводилась без непосредственного обследования самих объектов. Это было сделать просто невозможно. Миллион объектов осмотреть и определить конкретную стоимость каждого. А учитывали год постройки, место расположения, материал? Учитывалось целый ряд факторов, порядка десятка, по-моему, коэффициентов. То, что вы перечислили, вплоть до численности населенного пункта, до средней заработной платы. Со всем с этим можно ознакомиться на соответствующих сайтах BTI, 43-реестр.ру. Эта методика опубликована официально. И как раз на этом кругу... И список опубликован? Список будет опубликован в ближайшее время. Сейчас он проходит утверждение в Росреестре. После того, как он будет Росреестром утвержден, список будет размещен на сайтах Минимущества, BTI и кадастровой оценки, как раз 43-реестр.ру. 43-реестр.ру. Прошу прощения.ру. После чего предпринимателям можно будет с ним ознакомиться, найти свои объекты и узнать, в какую стоимость государство их объект оценивает. И дальше, если они не согласны. Для чего мы провели и круглый стол, и целый ряд публикаций по этому поводу. В нашем журнале выпустили в средствах массовой информации. После официального опубликования у предпринимателей ревского сообщества будет 50 календарных дней на то, чтобы подать корректировки. И соответствующие структуры BTI прямо как бы нацелены на то, чтобы максимально оперативно все поступающие от предпринимателей корректировки учесть. Корректировки, чтобы подать, это сложная история или это просто предприниматель пишет заявление, я не согласен, потому-то, потому-то? Форма этого заявления будет размещена вместе с реестрами. Единственное, что это заявление должно быть, естественно, неким образом аргументировано. Оно должно быть подтверждено. В случае, если, например, в отношении объекта перепутана площадь, или там неверно указана площадь, материал стен, год постройки, различные характеристики, то необходимо будет приложить техпаспорт объекта для того, чтобы подтвердить некорректность данных. Либо, если, например, не согласны с оценкой, можно сделать независимую оценку, приложить ее. В настоящее время, собственно говоря, вот эти 50 дней даются на то, чтобы сделать в добровольном режиме корректировку. После чего это также можно будет сделать, но это уже будет в несколько иной форме. Это надо будет обращаться в БТИ, опять же, оно будет рассматривать, но это будет уже некая спорная процедура, процедура некого оспаривания. Точно так же остается механизм обращения в суд после того, как, если, например, БТИ не согласилась с замечаниями предпринимателя. Но мы призываем всех использовать вот эти 50 дней как раз для того, чтобы без входа, ухода в спорную процедуру оспаривания, собственно говоря... И без беготней по судам. Да, в режиме взаимодействия с БТИ уточнить характеристики своих объектов. Что касается проведенной... То есть 50 дней с той датой, когда будет опубликован вот этот вот реестр. Я думаю, что это произойдет в ближайшие 10 дней, Росреестр даст свое заключение, и мы разместим на сайте у себя информацию, Минимущество разместит на сайте информацию о том, что реестр официально утвержден. Опубликован. Опубликован, после чего пошел 50-дневный срок для подачи корректировок. Что касается самой оценки, то должен сказать, что наши, так скажем, тревожные ожидания не оправдались. То есть были опасения, что насчитают больше, чем стоит? Были опасения, что будет серьезный рост кадастровой стоимости по объектам. Этого не произошло, по крайней мере, в той части, с которой мы успели ознакомиться. Но миллион объектов вы не проанализируете быстро. Да, конечно. Почему мы просим предпринимателей, в случае, если они обнаруживают какие-то значительные расхождения по их мнению, по их оценке, нам об этом сообщать, чтобы мы такие ситуации могли проанализировать. Но я должен сказать, что, насколько нам известно, по некоторым объектам произошло даже снижение стоимости. В первую очередь это касается крупных объектов. По части объектов произошел некий рост, но это не в разы, не на порядок. Ну, вот, не такой серьезный. А дальше мы, собственно говоря, в рамках круглого стола перешли как раз к вопросу налогообложения. Собственно, налоговая ставка-то, она как раз исчисляется от кадастровой стоимости. Да, да. То есть налог уплачивается как раз от той самой кадастровой стоимости, которая в 2019 году была определена и которая вступит в силу с 1 января 2020 года. Точно так же, как и предполагаемые пока еще изменения в налогообложении. Консолидированная достаточно позиция в рамках круглого стола прозвучала о том, что в нынешних экономических реалиях поднимать, увеличивать ставку налога. Это достаточно серьезное бремя, которое ляжет на бизнес, потому что такое бытующее мнение о сверхдоходностях в сфере торговли, в сфере арендного бизнеса, в сфере общепита. Мне кажется, оно уже давно миф. Мы можем посмотреть на наши торговые центры, особенно не самые такие популярные, где практически пусто. Да, мы видим их заполненность и арендаторами, и покупателями. Мы знаем динамику среднего чека, в том числе, например, в том, что касается торговли продовольственными товарами. У меня есть информация о том, что в последний месяц, в июле, средний чек по одной из крупных торговых организаций был самым низким за последние 10 лет. Это сколько? Я сейчас в конкретных цифрах не скажу, но это самый низкий за последние 10 лет. То есть мы имеем дело с ситуацией, когда покупательская способность снижается, объем покупок, объем розничной торговли незначительно уменьшается, но даже не обгоняет инфляцию, и мы понимаем, что это, собственно говоря, тоже снижение. И в этой ситуации увеличивать расходы на часть бизнеса, налоговую нагрузку, увеличивать на часть, да, неправильно. Мы предлагаем нашим законодателям и органам исполнительной власти рассмотреть все-таки вопрос, связанный с расширением налогооблагаемой базы. А вот сейчас, да, поподробнее чуть-чуть вот об этом, да, после небольшого перерыва, Андрей Леонидович. Особое мнение на 101FM Продолжаем с Андреем Усенко, вице-президентом Вятской торгово-промышленной палаты, говорить о возможном повышении налоговой нагрузки на владельцев, собственников, объектов торговли, объектов общепита, то есть, ну, вот таких... Торговая офисная... Да, торгово-офисная недвижимость, да, совершенно верно. Андрей Леонидович сказал, что... Надо не повышать ставки, а расширять налогооблагаемую базу. Что вы имеете в виду? Мы считаем, что наиболее правильным, да, наиболее соответствующим интересам и региона, и в целом, и предпринимательского сообщества, и населения нашей Кировской области будет системная, понятная позиция в смысле налогообложения вот этой сферы. Что я имею в виду? Если мы говорим о том, что... И все понимают, в конце концов, что налог возрастет до максимальной ставки. Но мы говорим о том, что не надо каждую осень возвращаться к вопросу повышения налога с 1 до 2%. Не надо людей этим пугать, да? Ну, в сообществе очень важно иметь некое стабильное понимание того, как будет развиваться ситуация. Поэтому мы предлагаем разработать график повышения налоговой ставки на максимально, возможно, долгий период, затвердить его и об этом, собственно говоря, ответственно заявить. Что вот по такому графику вот так будет налоговая ставка постепенно повышаться. То есть повышение будет в любом случае? Мы понимаем, что к этому мы все равно придем. В любом случае мы отдаем себе в этом отчет. Многие регионы в России уже пришли к максимальной ставке 2%, и мы постепенно придем. Но это надо делать не повышением сразу в два раза, а с постепенным графиком. Точно так же надо поступить и в отношении площадей. Раз в отношении расширения налогооблагаемой базы. Почему? Потому что это, во-первых, что немаловажно, формирование единой конкурентной среды. Давайте просто людям поясним, вот, Андрей Леонидович, то есть есть объекты площадью от тысячи квадратных метров, которые сейчас платят налог с кадастровой стоимостью в размере 1%. Остальные тоже, значительная часть уплачивает налог, за исключением тех, кто на НВД упрощенки, но они уплачивают 2,2% от остаточной балансовой стоимости, которая зачастую, если мы возьмем, например, дом постройки 50-х годов в центре города и переведенное из жилого в нежилое помещение, то у него остаточная стоимость может быть очень низкой за счет того, что, по сути дела, уже амортизация произошла. Но мы понимаем, что рыночная стоимость этого имущества значительно выше, нежели чем балансовая. Это формирует неравную конкурентную среду. Поэтому мы говорим о том, что надо постепенно снижать, опять же, по графику, размеры площадей, с которых уплачивается налог, и приходить, может быть, даже и к нулевым. То есть все объекты будут платить налог по единым правилам. И параллельно этому повышать ставку. Вот такого рода предложение в рамках круглого стола было поддержано, и мы будем его придерживаться. Оно было поддержано предпринимателями, оно было поддержано Вятской торгово-промышленной палатой как объединением, да, общественным? Или оно было поддержано в том числе и Минфином? Мне кажется, что со стороны Минфина мы увидели, почувствовали, да, и даже услышали, ну, так скажем, восприятие вот этого предложения и некоторую готовность к нему. Я правильно понимаю, что вернуться к этому вопросу вот должны будут наши законодатели в осеннюю сессию? То есть уже вот этой осенью, возможно, обсуждение какое-то изменение? Я не могу сказать, собственно говоря, там, законодательный процесс, будет ли внесен этот законопроект, в какой форме он будет внесен. Я могу точно сказать, что мы в торгово-промышленной палате как раз вот в таком режиме на упреждение, да, там, на формирование заранее там позиций по вопросу налогообложения. С этой целью круглый стол и провели для того, чтобы позиция бизнеса, органа власти была там известна и понятна, да. Причем позиция конструктивная. Мы ведь не говорим о том, что ничего не надо менять, отмените все налоги, да. Мы понимаем ситуацию общеэкономическую, региональную, мы понимаем, к чему мы в итоге придем, но мы конструктивно предлагаем постепенный путь, который будет, так скажем, понятен и органам власти, и предпринимательскому сообществу. Вот эта история с постепенным поступателем, таким повышением налоговой ставки, она нас убережет от той опасности, о которой говорила Лариса Маковеева у вас на круглом столе. Она говорила о том, что вот эта вот история, она может рассматриваться федеральным Минфином как налоговые льготы некие, да, с тем, что у нас не по максимальной ставке взимается налог, а, соответственно, Кировская область лишится федеральных дотаций. Или это пугалка такая? Я думаю, что это не пугалка, это, ну, точно не пугалка, это действительно ситуация, которая может иметь место быть, но, с одной стороны, я думаю, что принятие вот этого графика, который мы сможем предъявить федеральному Минфину и показать, что мы по этому пути идем, мы не можем это сделать сразу, потому что это серьезно отразится на большом количестве предприятий впоследствии, но мы по этому пути идем, поэтому, собственно говоря, правильной дорогой мы уже идем, мы уже на нее вышли, да, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что, там, тот же самый план оздоровления областных финансов с Минфином, он был подписан, там, два или три даже, по-моему, года назад, да, и все это время мы вот в таком режиме однопроцентной ставки существовали, поэтому я уверен, что там профессионализм и компетенции нашего регионального министерства финансов, которые на протяжении трех лет вот в этой ситуации смогли выстроить взаимоотношения с федеральным Минфином, эту историю можно и продолжить. То есть люди поймут, прислушаются. Надеюсь, надеюсь. Андрей Евсенко, вице-президент Фиатской торгово-промышленной палаты в нашей студии. Еще парочка таких вот вопросов, связанных с экономикой. Кировское региональное отделение ЛДПР призвало внимательно проанализировать продажу на налека кипрской компании. Значит, о чем идет речь? Ведомости писали об этом на прошлой неделе. И, кстати, доля компании «Роснано» в фармацевтическом производителе «Нанолек» была передана, то есть доля – это треть фактической компании, была продана за 2 миллиарда 350 миллионов рублей текущим акционерам «Нанолека». Текущие акционеры «Нанолека» – это Владимир Христенко, гендиректор Михаил Некрасов и еще два человека, собственно говоря, через компании, компании, зарегистрированные на Кипре. Ну, и ЛДПР предполагает, что, а, значит, сейчас вот собственники компании получили какие-то, не знаю, там, бонусы, не бонусы, доходы, не доходы, потому что в свое время государство вкладывалось в компанию «Нанолек», а теперь, значит, получило выручку, которая в пересчете на нынешний курс рубля, собственно говоря, вложений не покрывает. И вообще, что такое, что за дела, почему кипрская компания владеет предприятием, это плохо для Кировской области, говорят в ЛДПР. Знаете, есть такой анекдот, и вы говорите, да? Да, я, собственно говоря, там, мне кажется, когда политики начинают комментировать экономические вопросы, они забывают о том, что здесь работают несколько иные правила, там, дискуссии или выступлений, да? Здесь надо оперировать, ну, достаточно конкретными цифрами. Экономика вся построена на цифрах, и анализ экономики, собственно говоря, там, достаточно прост с точки зрения сравнения, что больше, что меньше, что выгоднее, что невыгоднее. А формулировки относительно того, что нужно внимательно присмотреться к факту продажи, ну, нужно присмотреться, кто мешает, да? Присмотритесь. Сделайте анализ, там, сделайте простые арифметические действия, связанные с, там, делением на курс рубля, там, умножением на инфляцию и все остальное, и приведите убедительные доводы относительно того, что вы хотите сказать. Потому что отсылки к курсу рубля, к 2011 году, собственно говоря, ничего, кроме, ну, на мой взгляд, эмоционального, там, содержания в себе не несут. Ну, точно так же, как и с кипрской историей, так скажем, да, мы все знаем, что значительная часть бенефициаров крупнейших российских компаний, так или иначе, зарегистрированы в офшорных зонах. И это особенность, на самом деле, не только, там, России, или уж тем более Кировской области, это особенность мировой экономики. Там, в качестве примера можно привести серьезные разбирательства, которые шли по, там, крупнейшим компаниям, таким, как Google, Microsoft и целому реванту других. И ежи с ними, да. Да, которые платили, там, миллиардные долларовые штрафы за то, что зарегистрировано, там, где-то в Ирландии или где-то еще, да. Это особенность мировой экономики. Вопрос не в том, где зарегистрирована компания. Вопрос в том, как проходят финансовые потоки, и каким образом уплачивают соответствующие налоги. Если, там, компания уплачивает необходимые налоги в месте генерации своей прибыли в регионе, в стране, а в кипрском, там, офшоре находится только ее юридическое лицо, ну, собственно говоря, здесь это свобода предпринимательства и свобода его вести так, как предприниматель считает необходимым. На Кировской области как-то негативно скажется выход Роснано из Наналека? Может сказаться? Ну, не скажется, может сказаться. Я считаю, что нет, потому что Роснано изначально структура, которая призвана, скажем так, создана для венчурного финансирования, здесь можно, на мой взгляд, там, здесь точно можно признать на Наналек хорошей венчурной инвестицией для Роснано, судя по цифре входа и цифре выхода. Ну, и по тем информационным поводам, которые в последнее время, там, мы в отношении Наналека видим, да, постоянный запуск новых продуктов, подписание соглашений с ведущими фармацевтическими мировыми компаниями. То есть, мне кажется, что для Кировской области, там, получение в свое время, там, такого производства, как Наналек, это очень хороший пример того, что в Кировской области можно создавать такие предприятия. Что-то может жить у вас здесь. Они могут эффективно работать. И я, честно говоря, там, в продаже доли ничего плохого не вижу. Более того, могу сказать, что раз доля выкуплена собственниками, какие бонусы они получили, там, они избавились от 2,3 миллиарда рублей. Можно ли это считать бонусом? Ну, время покажет, что называется. Но я думаю, что в этом смысле, когда компания выходит из статуса, там, стартапа, да, там, условно говоря, там, запуска производства, после этого венчурные инвестиции уже не так эффективны. Рослана пусть инвестирует уже в другие компании, а здесь менеджмент и собственники обеспечат гораздо более эффективное развитие компании. То есть тот факт, что собственники выкупают долю компании, которая им не принадлежала, говорит о серьезности их намерений, да, и о намерении развиваться. Конечно. Вот если бы собственники продали Роснано свой пакет, вот здесь были бы причины для беспокойства. Да, могли бы беспокоиться. Андрей Юсенко в нашей студии, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, член Общественной палаты России и член Общественной палаты Кировской области. Мы сейчас, наверное, перейдем к таким темам, связанным больше с общественной деятельностью, да, но после небольшого перерыва. Особое мнение на 101FM Андрей Юсенко в нашей студии, его особое мнение мы сегодня слушаем. Андрей Юсенко, я напомню, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты и член Общественной палаты России и Общественной палаты Кировской области. И еще одна тема, которую мы упустили, которая и важна. На сайте Вятской торгово-промышленной палаты сейчас размещено обращение ее президента Николая Липатникова к бизнес-сообществу региона. И я, честно говоря, не очень поняла. То есть оно такое хорошее проникновенное обращение, но не очень понятно, чего касается. Форма взаимодействия с контрольно-надзорными органами, претензии предпринимателей в адрес этих самых органов и, собственно, предложение высылать какие-то там замечания. Я постараюсь очень коротко. Многие предприниматели уже слышали, да и, собственно говоря, неравнодушные граждане о выражении регуляторная гильотина, которая сейчас произносится достаточно часто с различных трибун, экранов и круглых столов. О чем идет речь? Президент России поставил четкую задачу. С 2021 года должны бы перестать действовать все нормативно-правовые акты, которые были приняты в этот период в отношении проверок, регулирования бизнеса и всего остального. До этого времени должны быть разработаны новые правила, нормы, инструкции и все остальное, что касается деятельности предпринимателей. Потому что, к сожалению, мы до сих пор имеем ситуации, которые связаны с тем, что действуют нормы, как приняты еще в период Советского Союза, о которых все забыли, но которые иногда могут всплыть для того, чтобы предприниматели так или иначе привлечь к ответственности. Соответственно, в 2021 году, 1 января, сработает гильотина, и все нормативно-правовые акты, которые до этого действовали, перестанут иметь силу, вступят в силу те, которые должны быть разработаны до этого, и вступить в силу с 1 января. Но звучит все это прекрасно и хорошо. Единственное, что нас настораживает пока еще, ну, вернее, беспокоит и настораживает, это то, что разработка новых нормативно-правовых актов в той или иной сфере, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, МЧС и всех остальных множества видов государственного муниципального контроля, поручены в основном ровно тем ведомствам, которые этим контролем занимаются. А, то есть они сами будут разрабатывать? Они сами эти, собственно говоря, нормы разрабатывают. А они там напишут? Мы понимаем, что совсем как бы от этого отказаться от регулирования, от контроля, от проверок нельзя. Это вопросы безопасности, это вопросы качества жизни, эффективности, деятельности, всего остального. Но мы считаем, что у предпринимательского сообщества сейчас есть возможность по тем нормам, которые носят прямо там гротескный или, скажем, абсурдный характер, да, или которые никаким образом не влияют на деятельность предпринимателей, эффективность и безопасность жизни наших граждан. Вот по этим нормам надо подключиться с точки зрения их выявления и добиться того, чтобы они в новые нормативно-правовые акты не попали. Или попали в измененном нормальном виде. Да, в нормальном виде. Я могу вам привести пример. Вот сейчас Минэкономразвития России разработала белую книгу требований к общепиту. Они постарались собрать в одном документе, объемном, конечно, там почти 200 страниц, но все требования, которые предъявляются к заведениям общепита. В процессе они выделили, что, например, по нормативно-правым документам, действующим сейчас, регламентируется время, которое надо потратить на мытье одного квадратного метра пола. Да ладно? Это менеджер должен стоять секундомером и засекать? Мытье, протирание от пыли и подметание. Каждое из этих действий имеет свой хронометраж. А кто-то должен контролировать еще. То есть стоит менеджер секундомером, а рядом стоит проверяльщик. Да, да. И вы представляете, какое количество вот таких абсурдных требований. Вы знаете, что на вашем рабочем месте за компьютером у вас должна быть подставка под ноги определенного размера, на которую вы должны ставить ноги. Цвет-то хоть не регламентирован? Цвет нет, а размеры полностью. И даже наклон, ее наклон, на который вы должны ставить ноги. Боже мой. Я схожу к начальству, попрошу. Существует известный ролик, в котором проходит экзамен на контролирующего работника, который проверяет кабинет президента Российской Федерации. И там все правильно сделано, все замечательно. И он понимает, что он сейчас провалит экзамен, потому что он ничего не нашел. Ну, рекомендую найти этот ролик всем на Ютьюбе и посмотреть. И в итоге, вот он вспоминает это требование вот этой подставки для ног, которая должна стоять, заглядывает под стол, президент не находит. Ну, имитированный. И, собственно говоря, тем самым сдает экзамен, потому что он все-таки нашел чего докопаться. Нашел нарушение. Поэтому мы, Николай Михайлович, торгово-промышленная палата, мы обращаемся к предпринимателям, учитывая огромный просто, невозможно представить тот объем нормативно-правовых актов, которые действуют, но с которыми предприниматели в своих отраслях сталкиваются. Кто с чем сталкивался, боролся, кто был наказан по какому-то абсурдному поводу, потому что вот документы так прописаны. Абсурдные, несоразмерные, непонятные, неприменимые. То есть все то, что предпринимателям кажется не влияющим на безопасность, на непосредственный процесс деятельности, то, что противоречит друг другу. Мы знаем, что в торговых центрах ФСБ требует закрыть двери от антитеррористической угрозы. А пожарные требуют открыть. Вот со всеми такими фактами, со всеми такими документами и нормами тех самых регулирующих документов мы просим обращаться в торгово-промышленную палату для того, чтобы мы могли, консолидировав вот это мнение, эту позицию, направить ее в те рабочие органы правительства Российской Федерации, которые сейчас занимаются выработкой новых правил. До каких сроков это можно сделать? Мы просим это сделать, ну, желательно, конечно, это сделать оперативно, потому что работа уже по разработке во все идет. Оперативно это сколько? Месяц? Ну, я бы попросил до конца, ну, вернее, там, до середины сентября. До середины сентября. До середины сентября. Предложение можно направлять лично, по почте электронной, по телефону, как... Любым удобным образом. Заходите на сайт Вятской торгово-промышленной палаты, в раздел «Контакты». В.С.И.С.И.С.И.РУ. Обращение размещено на главной странице, в «Контактах», на приемную, на меня, как угодно. Готовы принимать в любом формате. Хорошо. Я жду, что предприниматели наши будут активны, потому что, ну, правда, вот эта история, мы довольно часто ее обсуждаем, в том числе в разворотах на бизнес. И, правда, есть абсолютно совершенно вещи. И у нас сейчас есть шанс, там, эту ситуацию изменить. Очень хотелось бы, чтобы мы им воспользовались. Не молчите. Андрей Сенков, в нашей студии мы переходим, собственно говоря, к общественной, да, к общественной составляющей работы Андрея Леонидовича. Я бы хотела попросить вас прокомментировать потенциальную новую схему, которая сейчас разрабатывается, маршрутная сеть города Кирова, истории с изменением транспортных маршрутов. Я так понимаю, что на заседании вот этой вот волшебной группы, где все это презентовалось, наверное, вас не было, да? Меня не было, но наши представители были. Да, я вчера обменялся с ними. 8 маршрутов предлагается закрыть, ну вот в том числе 9 автобус, 54 автобус, который ходит в Радужный, 87-й, 37-й, 22-й, ну в общем много всего. Не окончательное пока решение, а основная мысль какая? Те маршруты, которые подвозят кировчан из отдаленных районов, будут идти до определенных точек в центре города. Эти точки превратятся в крупные пересадочные узлы, где кировчане будут выходить из одного автобуса, дожидаться другого, садиться в него и ехать дальше. Пересадку планируется сделать бесплатной в течение какого-то определенного времени. От 30 до 60 минут сейчас рассматривается вот такой вот люфт. И я, честно говоря, и со своей стороны могу сказать, по некоторым маршрутам, и вижу очень большое количество такого, не знаю, недоумения и возмущения в социальных сетях и в форумах, где обсуждается это все. Люди не понимают, как они будут жить без 54-го автобуса, без 9-го автобуса, потому что там 9-ка это сады, и 54-й, это радужные, извините, отдаленные районы. Ну, людям не очень удобно. Вот из сада с двумя сумками и букетом бабушки, да, заходят, садятся, потом выпрыгивать на вокзале железнодорожном, где и так толпа народа, и снова забираться в этот автобус. Ну, Анна, здесь я что могу сказать? Я точно не являюсь специалистом в организации транспортного сообщения. Я тоже не специалист. Вопрос в другом. Я бы высказал свою позицию таким образом. Во-первых, я считаю, что в кои-то веки мы столкнулись, и мы, вернее, мы имеем дело с правильной организацией, и с правильным подходом к той или иной реформе. Мы имеем дело с привлечением профессионалов, которые привлечены администрацией города для разработки, выработки этих предложений. Мы имеем дело с организацией публичного, общественного обсуждения в правильной форме, не в той форме, в которой это иногда проходит. Общественное слушание в среду в 3 часа дня, пожалуйста, приходите все желающие. Посмотрите, уже как бы в определенном формате слушания состоялись, да, и была возможность высказаться у тех, кто действительно в этом заинтересован и в этом что-то понимает. И, насколько я понимаю, собственно говоря, эта серия вот таких вот консультаций, там, общественных слушаний, она будет продолжена. И по ряду поднимаемых вопросов там уже было дано, собственно говоря, там... Поручения от администрации, да, и пересмотреть. Да, их учесть. Поэтому, вот, конечно, мы понимаем, что при изменении каких-либо условий, близненных, да, не бывает стопроцентного удовлетворения... Не бывает так, что все довольны. ...достигнутого всеми. Кто-то остается недоволен, кто-то, там, остается в чем-то, может быть, ущемлен. Здесь все-таки вопрос правильного, эффективного и качественного выполнения той работы, которую администрация там в качестве задачи поставила. Потому что здесь ведь мы говорим не только о транспортном... Там, транспортном... О маршрутной сети. Мы говорим, в принципе, там, о загруженности наших дорог, о качестве жизни для, там, потребителя этой услуги. Насколько мне известно, и я сам сталкивался с этим, вот эта система, когда ты билет покупаешь не на конкретный маршрут, а на то, чтобы попасть в течение какого-то времени из одной точки в другую, да, и в крупных городах ты можешь воспользоваться этим билетом и на, там, метро, и на троллейбусе, и на автобусе, и на трамвае. То есть задача-то у тебя заплатить деньги за то, чтобы переместиться из точки А в точку Б. Нет, идея сама по себе неплохая. Вопрос в другом. Вопрос в том, что есть вот маршруты, действительно, которые везут от конечной большое количество людей, которыми мне очень удобно пересаживаться. Ну вот я про девятку могу сказать. То есть садоводы, которые там, там огромное количество садов на улице Песочной. Это старые сады, и держат их в большинстве своем пенсионерам. У этих людей нет личного автотранспорта. Они с тяжелыми сумками сначала идут до остановки, потом садятся на автобус, и они привыкли ехать на нем. Не знаю, там, до Парка Победы, до улицы Лепси. Я еще раз могу сказать, что... Всех довольных не будет. Нет, действительно, всех довольных не будет. Кто-то всегда будет недоволен. Более того, мы с вами прекрасно понимаем, вы, работая в СМИ, это замечательно знаете, что степень проявления или выражения недовольства всегда значительно превышает степень проявления удовлетворения. Потому что о недовольстве пишут и говорят все. Все правильно. Довольные не жалуются. Я еще раз говорю, мне импонирует то, как сейчас идет процесс воплощения или реализации этих изменений. Я очень надеюсь, что, собственно говоря, вот этот правильный, на мой взгляд, процесс будет в полной мере реализован и будет учтены в максимально возможном объеме те пожелания, те чаяния граждан, горожан наших, которые этими, собственно говоря, маршрутами пользуются. Нет ли необходимости на конечных вот этих вот маршрутов, которые планируются отменить, разместить какое-то объявление, уведомление для пассажиров? О чем? О том, что предполагаются вот такие вот изменения. Если вы не согласны или согласны, пожалуйста, высказывайте мнение. Потому что я не видела, честно говоря, на конечных остальных. Я тоже не видел, но я, насколько понимаю, это еще и, собственно говоря, там не до конца доработанная схема, которая как раз идет в процессе обсуждения. На самом деле сейчас существует масса механизмов выражения собственного мнения. Да. Начиная от сети интернет, да, там, софициальной... Которая не всем доступна. Ну, вот, знаете, я здесь скажу, Аня, там, было бы желание... Есть дети, есть внуки, вы про это, да? Было бы желание, всегда это можно высказать. Андрей Юсенко в нашей студии, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, член общественной палаты России Кировской области, и мы... Который первый раз в жизни хочет воспользоваться этим положением, и находясь в этой студии, я надеюсь, вы меня поддержите, что называется, пользуясь случаем, поздравить вашу коллегу... Я прямо чувствую, да, что сейчас будет. Мы Юлю поздравляем от всей души. Да, и мою супругу с днем рождения. Юлю Афанасьеву. Да, Юлю Афанасьеву, которая тоже много времени провела в этой студии, вспоминает об этом с удовольствием. Надеюсь, нас слышит. С днем рождения, тебя любимая. Юля, с днем рождения мы присоединяемся тоже, да. И программа «Особое мнение» на этой хорошей такой ноте завершается. Спасибо. До свидания. «Особое мнение» на 101FM.